Здравствуйте! Давайте с вами сегодня заменим термопасту на видеокарте MSI охлаждение Twin Force, это конкретно модель или Frozer, Twin Frozer, конкретно модель 280X как обычно пришла с гарантией и жутко греется первым делом откручиваем на памяти радиатора отдельно и наша система охлаждения крепится на четырех винтах давайте их открутим, пломба у меня уже сорвана так, это что у нас, да, потолще то есть мы начинаем потихоньку, раз не сразу откручиваем какой-либо из винтов начинаем их потихоньку ослаблять примерно крест-накрест по диагонали вот я чувствую, что уже винты у меня просто крутятся но все равно будем делать это по диагонали пружинки здесь слабые для такой массы системы охлаждения поэтому притягивают они еле-еле все, винт открутили, убрали открутили, убрали открутили я услышал звук, что у меня система моего охлаждения уже все отвалилась и здесь отвалилась так, теперь что надо сделать приподнимаем нашу саму карту удобнее вот так сделать и видим, что на системе охлаждения нанесена нанесена куча пасты при этом вот в этом месте вот в этом углу вот конкретно пасты вообще не было то есть вот эта часть чипа наверное процентов 25-30 она не участвовала в теплоотдаче возможно из-за этого и есть и был перегрев теперь что можно отключить вот систему охлаждения а можно оставить так она мне особо не мешает вот карточка у нас чистенькая почистили ее, видать, когда меняли термопасту точнее не термопасту а делали ее ремонт теперь что надо сделать надо убрать старую термопасту и нанести новую термопасту уберем вот обычной обычной сухой салфеткой паста у нас да, не совсем она свежая то есть тут есть свежая паста вот эта белая вот эта свежая а вот такая уже какого-то серого цвета это старая паста то есть старую пасту не убирают и просто так мажут и здесь есть потеки то есть что не знаю или изначально паста была очень жидкая либо при нагреве при очень сильном перегреве она потекла все, радиатор мы с вами вычистили как смогли можно конечно еще протереть спиртом я вот здесь еще уберу вот углу так, главное вот этот квадратик который непосредственно контачит давайте побольше сделаю квадрат мы этот почистили непосредственно контачит с самим чипом вот у нас чип теперь давайте попытаемся с него убрать на чипе практически нет пасты местами она похожа на какую-то воду квадянка желательно чтобы у нас вот паста не замазала как вот здесь нашу обвязку нашего видеочипа все, кристалл мы протерли можно по максимуму вот эту обвязку очистить можно взять как я уже показывал обычную щетку зубную и бензином либо спиртом сюда щетку обмакаем здесь возим ей она растворяет термопасту и уже потом просто убираем растворенную термопасту вместе с жидкостью ну вот чем смогли почистили теперь надо нанести новую термопасту эту я выкидываю потому что паста очень сильно мажется и вообще потом ее трудно с пальцев убирать здесь вот чип памяти замазан чем-то здесь вот видно что что-то текло не знаю может быть это у нас после пайки осталось а может быть то что чип перегревался и вот потекло вот видно что что-то вытекало видать при пайке так теперь что берем термопасту у меня это КПТ-8 многие хаят термопасту эту но если с видеокарты все нормально и мы не занимаемся экстремальным разгоном то возможно там какие-то несколько процентов или несколько градусов нам особо не сыграют роли при этом по тестам смотрел что если нормально КПТ-8 у нее теплоотдача не хуже чем каких-то дорогих брендовых термопаст какая-то КПТ-8 неизвестно мы ее везде мажем проблем особых никогда не было мазать я буду железной отверткой желательно это делать кто-то делает пальцем кто-то делает пластиковой карточкой ну желательно делать чем-то тем чем вы не можете повредить чип я как бы это делаю не в первый раз поэтому я воспользуюсь отверткой то есть можно либо просто сделать капельку по центру потом все это после того как мы прижмем систему охлаждения термопаста у нас примерно равномерно распределиться по чипу но я обычно мажу тонким слоем каким получается весь кристалл а потом уже когда мы притягиваем нашу систему охлаждения наш радиатор излишки пасты просто выдавятся главное не оставлять воздушных пузырьков и не тыкать в чип а очень в идеале конечно вообще его не касаться я касаюсь его через пасту даже звук такой тихий спокойный я в свое время сравнивал вот эту термопасту которой пользуюсь с какой-то титановской не помню модель ее ну стоит она что-то раза в 4 дороже кпт-8 и сравнение показало что отличий практически никаких не было выявлено в качестве охлаждения той пасты этой а ценник очень внушительно разнится причем это именно ценник продаж этих паст потому что закупочный ценник кпт-8 если его брать оптом по килограмму выходит вообще копеечный единственное что этот килограмм наверное хватит на всю жизнь так вот здесь у меня слегка получилось что я чересчур много нанес ну ладно это я потом уберу излишки постараюсь убрать сейчас этот угол дамажим все домазали вот здесь излишки сейчас вот они свисают прямо сейчас я возьму тряпку которой я стирал почищу отвертку еще постараемся убрать излишки но они все равно выдавятся вот сюда на периметр что в принципе если вы их не уберете ничего страшного так все будем считать половинку убрали долг выполнили так теперь значит пасту убираем пасту закрывать надо потому что она постепенно подсыхает так ну и что теперь делаем теперь возвращаем нашу видеокарту здесь у нас все хорошо если на на радиаторах памяти либо вот между этими элементами питания либо вот здесь есть пыль либо маслянистая грязь ее лучше убрать это сильно улучшит охлаждение и понизит температуру видеокарты температура видеокарты в основном зависит от скорости вращения то есть будет температура стандартная при более меньшей скорости вращения вентиляторов и вам на дольше хватит этих вентиляторов родных так все вот теперь берем накрываем я вот дырочки смотрю чтобы у меня все попало так все у меня попало но не встает потому что видите я положил здесь у меня не отпечаталась моя термопаста потому что вот это ребро оно чуть выше чем радиатор что мы сделаем мы сейчас с вами что нибудь подложим под 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 нашу видеокарту то есть вот у меня обычный поролончик я его уберу точнее не под нашу видеокарту а под радиатор видеокарту так на угол кладу все и после этого опять ровно смотрю по дырочкам чтобы попало отверстие ровно кладу и теперь все то есть она уже встала вот так подвигаем чтобы термопаста распределилась и начинаем с вами обратный процесс сборки закручивания берем ставим один винтик прихватываем его берем ставим второй винтик что то он не прихватился надо чуть сильнее жать да все прихватился берем третий винт и четвертый винт и также начинаем крест накрест где нибудь вначале можно по два оборота ближе к концу уже будем делать по обороту вот можно делать уже по обороту здесь по два сделаем сейчас вот отсюда по одному обороту пока не сильно не затягиваем головку у меня это идеально подходит под шляпку этих винтов поэтому я сильно не давлю она не сорвется вот все я чувствую что уже пошли они жестче слышу как пружина трещит то есть уже идет процесс притягивания головка у меня магнитная в принципе все так вот этот дотянулся нет еще не все но уже максимальная затяжка все вот вот этот винт у меня больше не крутится сильно не давлю потому что это не требуется вот это тоже не крутится пружины ну вот здесь остался один оборот здесь полностью получается вот этот угол мы с вами слегка а не все то есть он тоже дотянут все значит охлаждение мы с вами вернули назад ну и теперь осталось вентилятор здесь крутится хорошо единственное этот вентилятор слегка разбит у него есть люфт еще кстати когда начинает вентилятор гудеть можно проделать что получается в месте контакта вентилятора как это назвать штифтом штифта масло все выдавливается и получается очень большое трение из-за этого могут изнашиваться механизмы что я обычно делаю я беру так вверх вниз начинает чуть-чуть поднимать вентилятор не сильно у него где-то люфт есть ну миллиметр и обычно это еще хватает какое-то время послужить вентилятор то есть масло попадает в пятно контакта и вентилятор после этого начинает крутиться с меньшим трением и издавая меньше звук либо на какое-то время перестая вообще там жужжать трещить трещить трещать либо скрипеть все пойду сейчас поставлю и посмотрю что изменилось установил я видеокарту проверил действительно температура видеокарты стала гораздо меньше при 3D нагрузке при более меньших оборотах вентиляторов то есть получается вот то что вы видели на видео порядка 25-30% отсутствия термопасты в пятне контакта с чипом давали очень сильный перегрев этой видеокарты ну вот так делают в наших сервисах причем не в первый раз я с этим сталкиваюсь все всем удачи пока пока